Текущую ситуацию по коронавирусу в Северной Осетии обсудили на заседании оперативного штаба. Совещание провел глава республики Вячеслав Бетаров. Он отметил, что необходимо продолжать работу, чтобы предупредить вторую волну COVID-19. А главы муниципальных образований должны принимать жесткие меры в отношении предприятий и организаций, в которых не соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры. Какие еще темы обсудили на совещании, расскажет Марат Гогаев. Несмотря на то, что эпидситуация в республике стабилизируется, правительство вводит послабления, все санитарные нормы необходимо соблюдать. На очередном совещании оперштаба Вячеслав Бетаров отмечает, положительная динамика неустойчива. Те послабления, которые мы дали с 15 числа, люди самоуспокоились и нарушают повсеместно масочный режим. И это может привести к тому, что мы окажемся во второй волне и может быть всплеск. И наши соседи некоторые это наблюдают уже, регионы, я имею в виду. Нам допустить этого нельзя. По словам главы, многое зависит от работы на местах. Вячеслав Бетаров поручил главу муниципальных образований совместно с контрольно-надзорными органами регулярно проводить рейды в местах общественного пользования. Владимир Олегович, министру промышленности и транспорта обращаюсь. Вы совместно с Министерством внутренних дел постоянно будьте на связи с ГИБДД, Ространснадзором, идите и контролируйте вес общественных транспорта. Я вижу это только в городе, но ведь еще междугородные есть перевозки тоже. И уверен, там тоже ничего этого не исполняется. И народ друг друга инфицирует. Мы совместно с ГИБДД, с Роспотребом, Ространсом на самом деле каждый день это все проводим. Вот сегодня с утра были очередные рейды, то есть они не прекращаются. Вот просто цифры по сегодняшнему дню. Сегодня было зафиксировано порядка 25-28 нарушений, которые сейчас переданы на оформление уже в виде административных документов. Из них по городу 17 нарушений, по Бесланам, то что были много обращений по Бесланскому направлению, там порядка 8 семейных. И по другим же направлениям 4 протокола будут оформляться. То есть в принципе мы совместно все ведомства всю работу проводим. Поймите, не действия важны, а результата. Результата я не вижу. Но когда еду я по городу Владикавказ, все время вижу. Вот сейчас только перед совещанием проезжал, смотрю. Ни одну маршрутку я не встретил, чтобы хоть один водитель был в маске. Поддержка семей, которые пострадали в период пандемии, в приоритете. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, которые имеют детей. В июле они получат повторно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. О том, как будет исполняться это поручение, на совещании рассказал управляющий пенсионным фондом республики Сергей Тоболов. На текущий момент по обоим видам выплат детям от 0 до 3 и детям от 3 до 16 лет мы выплатили 1,488,000,000,000 рублей. Почти полтора миллиарда. В настоящий момент мы готовим выплатные документы на повторную единовременную выплату, о чем вы говорите по указу президента. Начнем, как и прописано в указе, платить в июле месяце. На сегодня уже подготовлены документы на выплату более чем за 24 тысячам детей. И это на сумму миллиард 124 миллиона. И в общей сложности мы ожидаем где-то порядка 150 тысяч детей охватить этой выплатой. Соответственно, будет более полутора миллиардов плюсов. То есть за три месяца порядка трех миллиардов должны в республику этих средств поступить. Повторные выплаты семьи начнут получать в июле. Продолжат начислять и июньские. По словам Вячеслава Бетарова, жители жалуются на то, что выплаты детям от 3 до 7 лет осуществляются несвоевременно. Глава поручил министру труда и соцразвития Борису Хубаеву разобраться в ситуации. Вы наладили выплаты детям от 3 до 7 лет многочисленные жалобы, по которым народ обращался, а я вам звонил. Добрый день, Вячеслав Заримханович. На сегодня мы 6470 заявлений рассмотрели, а 145 почти 146 миллионов. Ну, очень многое приходится отрабатывать и в ручном режиме, но пока работаем без перерыва. Тяжело, но работаем. Большой вал идет, очень большой вал. От шеи не всегда до 100 лет. Кто-нибудь обещал, что легко будет, что ли. Поэтому давайте работайте, чтобы жалобы больше людей не было. На повестке готовность Северной Осетии к проведению единого государственного экзамена. Как доложила министр образования и науки Людмила Башарина, в республике подготовили 23 пункта проведения ЕГЭ. Созданы все необходимые условия для проведения госэкзамена в обновленном формате. Уже началась приемная кампания с 20 числа. Подают люди документы, те, кому не нужны результаты единого государственного экзамена, уже как бы уже дают документы до 15 августа. Приемная кампания будет подержаться. То есть все это мы по телевидению и говорим. И завтра у нас эфир, очередная лекция, мы будем подавлять. Все средства защиты, все, что касается рекомендаций Роспотребнадзора, уже у нас все в наличии, все до последнего. По маскам 40 тысяч масок, которые мы сами приобрели. Остальные нам предоставили 60 тысяч еще масок. Они тоже у нас. Вячеслав Битаров отметил, все образовательные учреждения Республики и в частности школы должны быть подготовлены к началу учебного года. А меры по недопущению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции будут на контроле главы. Марат Гугаев, Хатактуаев. Новости Осетии.